Здравствуйте, мои любимые! Я очень рада встретиться с вами на моем канале. Сегодня мы с вами вновь погрузимся в чудесный мир парфюмерии. Поговорим о восьми новых ароматах, которые стали пополнением моей коллекции. Я о них мечтала, они мне очень понравились, и я их заказала, конечно же, в магазине парфюмерии косметики Рандеву, используя свой же личный именной промокод, который называется 10LOVESHOPPING. Он суммируется со всеми скидками акций на сайте и дает вам скидку ровно 10% абсолютно на весь ассортимент этого магазина. Он постоянно многоразовый, поэтому просто запомните его и применяйте при всех своих последующих заказах. Также все ссылочки на все сегодняшние ароматы я оставлю в описании под видео. Давайте приступать к этому обзору. Всем желаю приятного и ароматного просмотра. Итак, первый аромат, которым мне хочется открыть сегодняшний обзор. Очень нежный, очень девичий, очень легкий, мягкий, воздушный. Он создаст из вас такого мягкого, нежного ангелочка. Вы будете восприниматься очень нежной девочкой, которую захочется защищать, оберегать, к которой захочется очень нежно относиться. Я говорю об аромате Mise Dior Eau de Parfum 2021 года. Сколько раз я останавливалась возле этого флакона в магазине, каждый раз я слушала его и понимала, что это нежная нежность. Заказывала маленький объем, он мне понравился, но в маленьком объеме, в 5 мл, там нет у них распылителя, что для меня всегда не очень удобно, поэтому я решила все-таки заказать 30 мл. Коробочка вот такая очень красивая, белая, с интересными тиснениями. И серебряные здесь также нанесены орнаменты, а также логотип, он прощупывается. И надпись Mise Dior черными буквами тоже прощупывается. Вся парфюмерия в этом магазине, конечно же, оригинальная на 100%, очень высокого качества. Все свеженькое, все по срокам годности прекрасно. Вот такой нежный, мягкий, красивейший флакон. Крышка здесь прозрачная, сам флакон тоже прозрачный, напоминает кубик льда, само содержимое нежно-розового цвета и бантик вот такой с блестящими ниточками. Итак, давайте поговорим об этом парфюме подробно, изучая его ноты. Сначала я его нанесу на блотер, и мы с вами поговорим о том, как я его воспринимаю, что чувствую здесь я. Здесь, кстати, логотип бренда тоже выбит. Ой, нежный, нежный, мягкий, очень красивый, хочется прям укутаться в этот аромат. Хочется, чтобы он был шлейфовым, стойким, потому что хочется остаться в этом во всем. Здесь очень красивые ноты, это ирис, пион, и ландыш на старте. В средних нотах абрикос, роза, персик. И в базе очень красивый ваниль, который я здесь хорошо ощущаю. Этот ваниль придает притягательности, сексуальности этому аромату. Мускус, бобы тонко, бензин и сандал. Обволакивающая, нежная нежность. Прям такая молодость, свежесть. Не в плане запаха, а в плане вот какая-то юная девушка должна носить этот аромат. И вы будете восприниматься такой очень мягкой, такой нежный-нежный, теплый и очень молодой с этим парфюмом. С удовольствием, конечно же, его себе оставлю. Мне он очень-очень нравится. Второй парфюм, о котором мне хочется с вами поговорить, это Allure от Chanel. Я его вдохнула один раз из пробника и сразу же в него влюбилась. Я вообще являюсь огромным поклонником этого бренда. У меня мечта собрать коллекцию. Пока у меня на данный момент только три аромата в моей коллекции. Да, у меня Кокомон Муазель и два варианта Габриэль. Классическая версия и Интенс. Мне очень понравился вот этот парфюм. Я заказала его в объеме 35 мл. Красивый здесь лаконичный флакон. Содержимое такого коньячного цвета, персикового, насыщенного. И здесь логотип бренда. Все очень так дорого и красиво выглядит, при этом лаконично и не броско. Давайте поговорим о нотах. Здесь нет какой-то явной пирамиды. Здесь просто ноты перечислены. В каком порядке вы их ощущаете, это ваше личное восприятие. Давайте я его нанесу на блоттер. Я очень счастлива, что являюсь обладателем этого парфюма. Он для меня очень притягательный, очень сексуальный. Причем он не как Шанель номер 5, то есть он не для таких солидных дам. Он подойдет и для молодых девчонок, и для девчонок среднего возраста, и в принципе и для девочек постарше. Мне кажется, он такой очень универсальный, классный. Такой классический аромат, который подойдет и понравится вообще всем. Ни одной здесь отталкивающей ноты. Весь ансамбль собран просто замечательно. На первом месте здесь персик, на втором ваниль. Что может быть теплее, сексуальнее, ароматнее и женственнее? Дальше мандарин, такой красивый, теплый. Дальше жасмин, биркомод охлаждающий. Цветущая белоснежная магнолия. Кедр придает здесь мягкости. Цветок апельсина тоже все это согревает. Причем белосветочности такой теплый придает. Витивер придает здесь опять же мягкой, нежной такой древесности. И прям супер такой природности и натуральности. Дальше розочка здесь. Пион, который подчеркивает эту розочку. И лотос водянистости придает этому аромату. В общем, все, что нужно, все собрано здесь. Мне кажется, что я его разношу и закажу себе большой-большой флакон. Что я, например, сделала уже с Купа Мадемуазель. Настолько я много получаю комплиментов на этот аромат. Просто все сходят с ума окружающие. Даже официанты мне в ресторанах делают комплименты. Поэтому заказала себе флакон 200 мл. Вот, открыла вам тайну на следующую распаковку. Дальше, о чем мы с вами поговорим? Уже о бюджетном аромате, который я тоже вдохнула из пробника. Он мне очень понравился. Я решила его заказать. Здесь большой флакон 170 мл. И это не парфюмерная вода, не туалетная. Это одеколон. Что позволит его наносить после ванны, после душа. Здесь, кстати, вот такая вот коробочка зеленая с фиолетовыми надписями. Кстати, мы с вами коробочку Шанель не посмотрели. Такая классическая, красивая, персиковая, пудровая. Итак, здесь вот такая вот бутыль. Прям такая одеколонистая. Прям от одеколона. Такой граненый, рифленый здесь. Этот флакон такой классный. Очень-очень стильный. И здесь была обычная такая крышечка завинчивающаяся. Ее нужно было снять. И вот этот фотосатор, он отдельно лежал. Его нужно было закрутить. То есть здесь доступ свободный к содержимому. И когда содержимое закончится, можно что-нибудь другое сюда залить. Но это я так. Можно, кстати, палочки сюда поставить. И какое-нибудь ароматное средство для ароматизации дома. Сюда залить, опять же, будет очень стильно смотреться. Итак, аромат бюджетный. Здесь его очень много. Это одеколон, что позволяет использовать его после душа. Что позволяет использовать также как дынку для волос. Здесь всего две ноты, которые я просто обожаю. Это ирис и шафран. Ирис придает пудровости. Это очень нежный, мягкий, пудровый. Пудровая нота и шафран. Боже, такой ароматный. Такой немножко специевый. Но удивительно какая-то такая необычная нота. Кто-то ее считает мужской. Но вот когда она на подпевках, она придает прям такой изюминке. Давайте я его нанесу. В основном для меня это ирис, да. И шафран здесь оттеняет и придает такой изысканности этому аромату. Потому что ирис был бы просто ирисом, да. Шафран его очень красиво так оттеняет, подчеркивает. Великолепная, великолепная, великолепная вещь. Великолепный одеколон. Я вот сколько одеколонов не слушала. Мне многие нравятся. Но ни один из них я таки не захотела заказать в планоразмерной версии. А в этот влюбилась сразу. Это бюджетный аромат многих ирисов, которые нам так нравятся, на которые мы не можем себе позволить. У меня, кстати, Prada есть ирис. Мне кажется, звучание прям идентичное. Но только Prada стоит 14 тысяч, да. А здесь 4 тысячи за 170 миллилитров. Очень красивый, настоящий, реалистичный. Прям вот ирис-ирис. Прям выжимка из настоящего цветка. Ой, можно вдыхать бесконечно. Никакого спирта. Здесь очень красиво и очень нежно. Хочу после душа брызгаться и наносить на себя какой-то, надевать на себя какой-то роскошный халат. Дальше, о чем мы с вами поговорим, это Gucci Blum. Тоже ходила, ходила мимо этого аромата. Никак он меня не притягивал. А тут послушала его в пробнике, нанесла на себя и поняла, что мне надо. Я наконец-то поняла, почему он такой популярный. Почему его все покупают. Почему его так любят. И он таким хорошо продаваемым является. Давайте поговорим о нотах. Да, коробочка здесь очень красивая, белая, вот с такими вот бордово-коричневыми цветами. И сам флакон еще красивее. Он пудровый, вот такой вот совершенно закрашенный, эмалевый. И написано здесь Gucci Blum. Здесь вот Gucci выбито. Здесь всего три ноты. Это Jasmine, Tubi Rose и Quisquale индийский. Почему мне мог не понравиться этот аромат, учитывая, что здесь Jasmine, Tubi Rose. Я очень люблю эти две ноты. К сожалению, последний цветок мне ни о чем не говорит. Вот цветок такой красивый, с красными цветочками. Давайте послушаем этот аромат. Он, конечно, в основном бело-цветочный. Ну и просто, просто цветочный в конце. Очень классный, очень нежный. Замечательный цветочный аромат. Никаких здесь фруктов, никаких почули, никаких мускусов, никакой здесь древесины. Ничего, просто чистые цветы. Поэтому, да, он так и называется. Классный, пудровый, нежный. Немножко молочный, благодаря Tubi Rose. Очень свежий ароматный, благодаря Jasmine. Такой чистый, удивительно замечательный аромат. Очень рада, что я его заказала. Цена хорошая на рандеву. В общем, да, он прям, он должен быть в моей коллекции. Я вообще, кстати, люблю этот бренд. Дальше, следующий парфюм от бренда Givenchy Linterdit. Я вам уже о нем говорила. То, что это, мы все знаем, да, что это очень популярный аромат. Очень много продаваемый аромат. Все парфюмерные маньяки, парфюмерные блогеры, парфюмерные коллекционеры. Все этот парфюм имеют в своих коллекциях, кроме меня. Я вообще ходила мимо него. Много раз его слушала. Думаю, боже мой, вообще никак меня не впечатляет. Но потом, опять же, в пробнике я его послушала уже спокойно дома. Не отвлекаясь на какие-то посторонние запахи. Потом я его еще на себя нанесла. Поняла, что, боже мой, как красиво. Потом посмотрела ноты и думаю, да, это же вообще неудивительно, что он мне нравится. Здесь замечательные ноты. Есть груши, бергамот на старте, тубероза, цветок апельсина, жасмин, самбак. То есть чистая белая цветочность в середине. Почули, ваниль, амброксан и ветивер в конце. И когда почули немного, то аромат звучит очень красиво, очень притягательно. Очень так феромонисто, но при этом не грубо. И вот здесь, да, здесь почули положили в той самой дозировке, чтобы не сделать этот аромат грубым каким-то мужским и слишком тяжелым. Мы не поговорили про коробку. Она здесь сверх стильная, то есть внутри все красное, снаружи все белое, черные надписи. Здесь выгравирован бренд. Очень тоже люблю этот бренд, особенно косметику они классно производят. И парфюмы тоже. И вот такой вот флакон классический. Здесь такой пьедестальчик у него. Крышка такая в виде кубика прозрачного. Вообще как бы не сверх что-то здесь сложное, но вот какая-то изюминка есть в этом флаконе. Содержимая такого интересного цвета, какого-то такого лимонного. Ну и давайте, собственно, я его нанесу и наслаждусь. Как здесь хорошо ощущается бергамот. И вот в совокупности с туберозой это, конечно, какое-то волшебство. То есть тубероза вроде молочная, но при этом еще и свежесть ей придается. То есть молочности придается свежесть одновременно. И вот из-за этого этот парфюм является каким-то вот таким вот необычным. Вроде что-то такое противоречивое в нем, но оно почему-то здесь сочетается. Еще плюс груша. Все это делает таким сочным и зернистым. Жасмины цветок апельсина. Все это делает очень ароматным, нежным. Такие красивые-красивые белые цветы. И ванили здесь такая мягкая. То есть все это становится к базе более сексуальным, более притягательным. Почули здесь совсем чуть-чуть. И все это на ветиверовой такой базе. Прям природный-природный. Ну классный-классный парфюм. Если вы еще его как-то не открыли для себя, очень советую вам пробник заказать. И просто один пшик нанести, и вы поймете, что это очень красивый, необычный аромат. Дальше у нас с вами идут три отливанта по 8 миллилитров, за которые я безумно благодарна рандеву. Потому что они сами создают вот эти отливанты. И, например, такой парфюм, как Lancome Poema, который стоит каких-то сумасшедших денег за флакон. Можно вот 8 миллилитров себе отлить всего за чуть больше 1000 рублей. Я очень мечтала иметь поэму у себя в коллекции. Меня совершенно устраивает то, что она будет вот в таком объеме. Давайте, собственно, о ней и поговорим. Великая, прекрасная, чудесная, классическая, дорогая, роскошная, сложная до безумия поэма, которую все хотят. Некоторые боятся. Но вы явно, да, останетесь незамеченной с этим ароматом. Здесь безумное количество нот. Давайте начнем перечислять. Верхние ноты. Нарцисс, Датура, Персик, Слива, Гималайский, Мак, Мандарин, Черная Смородина, Бергамот и Зеленые ноты. Середина, прекрасная, солнечная мимоза, цветок ванили, тубероза и ланг-каланг, цветок апельсина, жасмин, фрезия, гелиотроп, роза, кожа и база, ваниль, цветок апельсина, снова ваниль, снова цветок апельсина, амбра, бобытонка, мускус и кедр. Вот такой вот здесь шикарный ансамбль, очень сложный. Но при этом этот аромат не является каким-то ядренно тяжелым, каким-то грубым, каким-то прям для очень-очень взрослых девочек. Давайте я его нанесу. Так хочется его экономить. Прям нет. Больше одного бушика я его не нанесу на блотер, потому что эта роскошь должна носиться именно вот на коже. Это совершенно сложно охарактеризовать, потому что такой ансамбль, он здесь играет без конца. Каждый здесь слышит что-то свое, причем в каждую секунду времени мы слышим что-то разное. Я немножко и кислинку здесь чувствую. И, конечно же, это очень ароматный парфюм. При этом, повторюсь, он не горький, не тяжелый. Он играет всевозможными красками. Вот он каждую секунду меняется. Он очень стильный, он очень дорогой и очень красивый. Казалось бы, как сложно гармонично сочесть такое количество нот. Но вот этот парфюм тому доказательство. Долго, конечно, трудились над его созданием, но действительно создали поэму. Вот я сейчас его вдыхаю, и опять это что-то новое. Что-то очень уютное для меня, мягкое, обволакивающее. Дорогое, роскошное. Вы определенно будете дорогой женщиной ощущаться. Поношу-поношу его, и мне кажется, что я его все-таки решусь в полноразмерной версии купить. Потому что это такая классика чудесная, которая должна быть в коллекции. И последние два у нас с вами парфюма остались. Давайте о эсцентрик молекуле. О молекуле первой поговорим. Это аромат чистоты и свежести. Мы все прекрасно знаем об этом аромате. Это аромат белый, хипельно-белый, чистый, отстиранный и высушенный на морозном воздухе рубашки. Если вы хотите восприниматься очень чистой, очень свежей, и вода, если вы любите белую одежду, вот этот аромат прекрасно подчеркнет ваш образ чистой тыс, свежести, нежности, элегантности, утонченности, ухоженности. Он совершенно недорогой, особенно в отливанте. Он стоит просто копейки. Здесь одна единственная нота, это молекула I say super. Собственно, ее, мне кажется, и добавляют вот как раз в стиральные порошки с морозной свежестью. В общем, если вы хотите выглядеть и ощущаться свежей, вы просто обновляете на себе этот аромат, который потрясающе красивый. И, кстати, я его для подруги заказала, почему я его еще себе не заказала, вот для меня загадка. Какой он классный, какой он нежный, какой он тонкий-тонкий, совершенно наитачайший. И, кстати, да, это аромат унисекс, и мужчинам тоже не помешало бы его иметь в своих коллекциях. Очень тонкий, очень нежный, и его услышат только те, кто имеет возможность к вам находиться ближе. Да, то есть это не шлейфовый парфюм. Это парфюм для таких избранных людей, да, для очень личного пространства. И последний парфюм на сегодня Ван Клифф Эн Арпус Урчит Ваниль. У меня был пробник, потом еще раз был пробник, и я решила, что мне так хочется чего-то сексуального, а этот аромат ванильный из-за этого он и сексуальный. Здесь красивые ноты, и одна нота для меня очень необычная. Я не знаю, как вот я решилась на этот парфюм, хотя я не люблю кондитерские парфюмы, а здесь шоколад есть в ноте. Но я вам как-то говорила, что мне хочется какой-то шоколадный или кофейный парфюм, поэтому, видимо, я до него созрела. Итак, здесь нет явной пирамиды, здесь просто перечень нот, и они играют для всех по-разному, складываются в свою собственную пирамиду. Так, здесь ваниль на старте, она является главной, центральной нотой, самой такой глубокой, насыщенной. Ее подчеркивают темный шоколад, ванильная орхидея, еще более все вот это вот усиливают. Дальше бобы тонко, горький миндаль, очень красиво здесь вливается в этот ансамбль мандарин, то есть шоколад, мандарин, тоже очень красиво. Такой контраст, фиалка здесь все это запутривает, белый мускус, личи вдруг очень неожиданно здесь, вот к этому шоколаду, к ваниле. Так, кисленькое, свеженькое личи, дальше кедр и болгарская роза. Ансамбль очень сложный, противоречивый, но в конце концов получается что-то очень красивое и необычное. Это ваниль с темным шоколадом для меня, мне нравится этот парфюм, он такой теплый и очень-очень уютный. Вот, наверное, и все. Не буду долго говорить об этом парфюме, мне кажется, вот эти пару слов, они очень точно его охарактеризовали и больше здесь говорить как-то особо не о чем. Спокойно, как аромат унисекс, можно его использовать, но он для меня женственный, он для меня мягкий, я здесь не чувствую никакой мужественности и грубости. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик. Я надеюсь, что вы хорошо провели это время со мной, я была вас очень рада видеть. Очень вас люблю, очень вас благодарю за поддержку, которую вы мне оказали. Она неоценима, вы просто спасли мою жизнь в очередной раз. Да, знаете, что есть человек, которого вы снова спасли, которому вы подарили жизнь, которого вы не оставили в беде один на один и столько силы мне придали своей помощью, своей поддержкой просто не передать. Спасибо вам за это огромное, я буду стараться для вас и дальше снимать новые и новые видео. Через недельку уже мой ремонт закончится и можно будет прям в такой полноценный график входить. Все ссылочки на сегодняшние парфюмы я оставлю для вас в описании под видео, обязательно воспользуйтесь моим скидочным промокодом, чтобы прекрасно сэкономить, чтобы скосить 10% от суммы вашего заказа. Подписывайтесь на меня во все мои соцсети, во всех моих соцсетях точнее, вступайте везде в мои группы, подписывайтесь на два моих телеграм-канала, где я продаю вещи, парфюмерию после обзоров. Оценивайте это видео, пишите все, что хотите в комментариях, встретимся здесь с вами в моем следующем видео. До скорых встреч!